Приветствую, уважаемые зрители канала Кроссмота! Сегодня на тест-драйв к нам попал достойный представитель японских дорожных мотоциклов, а именно Сузуки GSR600 2008 года. И да, мы популярны, у нас уже один зритель есть в лице собачки. Субтитры создавал DimaTorzok На некоторых интернет-ресурсах поговаривают, что идейным предшественником GSR600 был 600-й Бандит. Это довольно-таки спорный момент, поскольку Бандит более классическая версия и совершенно другой мотоцикл. Ну тут хотите, принимайте эту информацию, хотите, не принимайте. Такое дело. Сузуки в плане производства 600-го Нейкида немножко отстали от своих прямых конкурентов. Той же Ямахи со своей моделью FZ6N. Тот же Хорнет был выпущен гораздо раньше. Уже существовала Z750 от Kawasaki. Но как бы у Сузуки был козырь, они посмотрели на прямых своих конкурентов, сделали правильные выводы и создали свой собственный мотоцикл. Сузуки GSR600 был впервые представлен широкой публике в 2005 году, а массовые продажи стартовали в 2006. Это был прямой ответ конкурентам в лице FZ6N, в лице Хорнета 600-го. Конкретно GSR600 предназначался для рынков Европы и Австралии, а для внутрияпонского рынка была создана модель GSR400. Типичная ситуация для японского мотопрома. Шаблон создания данного мотоцикла прослеживается во многих других моделях. Взяли движок от спортивной модели GSX-R600, его немного дефорсировали до 98 лошадок, подняли крутящий момент на низах и середине, и вуаля, мы получили данный мотоцикл. История производства мотоцикла GSR600 довольно коротка, и за все время особо как-то он не менялся. В 2007 появились версии с АБСом, в 2008 году покрасили выхлопные трубы в черный цвет, а в 2010 году история данного пепелатца закончилась. На смену ему пришла 750 модель, которая более соответствовала тогдашним тенденциям рынка. Что ж, как бы вся история рассказана, давайте рассмотрим мотоцикл поподробнее и его техническую составляющую. У нас съемки проходят в районе бывшего сахарного завода, одного из крупнейших в Украине, если не самого крупного. Вы в прошлых видео просили, чтобы мы выбирали поживописнее места, но, как сказать, до живописных мест нужно доехать, а антураж у нас в основном подходит под постапокалипсис. Что касается технической составляющей данной техники, имеем 4-тактный 4-цилиндровый рядный двигатель объемом 599 см3 с жидкостным охлаждением, газораспределение 2 верхних вала, 4 клапана на цилиндр. Выдает данный двигатель 98 лошадиных сил при 12000 оборотах в минуту и выдает 64,7 Нм крутящего при 9600 оборотах в минуту. Питание осуществляется инжектором, 4 дросселя диаметром 38 мм, система SDTV, Suzuki Dual Throttle Whale, зажигание у нас полностью транзисторное, электростартер, сцепление в масляной ванне, коробка шестиступенчатая, привод на заднее колесо осуществляется цепью. На мотоцикле алюминиевая диагональная рама. Давайте посмотрим, что спереди. По передней части мотоцикла имеем телескопическую вилку, обычную, с диаметром перьев 43 мм, ход составляет 130 мм, вилочка имеет вот здесь регулировку преднатяга, тормозная система 2 диска диаметром 310 мм, плавающая, 4-х поршневые оппозитные суппорта Tokiko, и резина стандартная для такого класса техники 120 на 70 на 17 дюймов. По задней части мотоцикла имеем массивный алюминиевый маятник, моноамортизатор с регулировкой преднатяга, ход составляет 134 мм, тормозная система 1-х поршневой суппорт Tokiko, диск 240 мм, колесико 180 на 55 на 17 дюймов. Касательно общих характеристик мотоцикла, сухой вес составляет 183 кг, это у нас версия без АБС, а с АБСом она составляет 188 кг, то есть снаряженная масса где-то 205 кг у данного мотоцикла, бензобак вмещает 16,5 литров топлива, при этом расход составляет от 5 до 7, в зависимости от стиля езды, качества топлива, ну и состояния мотоцикла соответственно. Посадка. Посадка классическая для вот этих всех нейкедов, довольно комфортная, имеется довольно острый угол в коленях, но при этом спина достаточно ровная, небольшой наклон вперед, достаточно утробный руль. Высота седла составляет 785 мм, то есть с данной высотой седла ростом от 170 и выше вообще никаких проблем, ну и в принципе если чуть ниже, я думаю человек не испытает каких-то проблем с посадкой. Посадка кстати довольно удобная, сиденье продуманное, но это отдельная строчка будет о дизайне данного мотоцикла. Давай Дим покажем по пультам и по приборочке. По приборной панели она достаточно хорошо интегрирована в сам дизайн мотоцикла и достаточно богатая. Имеем два цифровых табло, большой аналоговый тахометр до 16 тысяч, красная зона с 14, два индикатора поворотов соответственно левый и правый, два цифровых табло. На правом у нас скорость, включенная передача, индикатор нейтрали, дальнего света, ошибка F1 и иммобилайзер. По этой части уровень топлива, часики, вот эта кнопка, мы можем переключаться между адометром, двумя трипметрами, датчик давления масла, индикатор давления масла и температура охлаждающей жидкости. Вот кстати регулировка преднатяга пружин передней вилки, одного, пера и второго. По органам управления в целом сцепление достаточно мягкое, но при этом и в меру жесткое. Дальний свет моргалка, дальний ближний, повороты, аварийка, гудок. По правому пульту kill switch, кнопка стартера. И все. Зеркала здесь стоят уже от Z, владелец поставил. Что касается дизайна данного мотоцикла, как я и говорил, у Suzuki было время поработать над мелочами, посмотреть на конкурентов и сделать качественный продукт. Относительно дизайна, Suzuki GSR600 один из самых красивых в данном классе мотоциклов. Он весь такой сбитый, рама вот вписывается в дизайн, разные мелочи, повороты вот так вот интегрированы в боковой пластик. Повороты сзади стоят не оригинальные, оригинальные тоже просто так не стали Suzuki брать и ставить самые ходовые там какие-то лопухи. Они тоже заморочились с дизайном, они не имеют схожий вид, как передние повороты. То есть проработка, мелочи. Как видите, приборная панель тоже интегрирована в дизайн мотоцикла. Фара. Здесь, кстати, стоит неродная уже линза. Мотоцикл, посмотреть спереди, похож на циклопа. В оригинале здесь стоит обычная лампочка. Ну, а это у нас габариты, подсветка. Вот это оригинальная защита глушителя заводская. Плуг изготовлен в мастерской DeMoto Custom. Это наш оператор, кстати, сегодня делает классные вещи из стеклопласта. Ну и вот, что касается того же самого дизайна. Продолжаем маятник. Вместо того, чтобы сделать просто две профтрубы алюминиевые в Suzuki заморочились и сделали вот такой вот массивный алюминиевый маятник, который тоже вписывается в весь силуэт мотоцикла. Что касается каких-либо болячек и минусов, конкретных детских болезней Suzuki GSR600 не имеет. В отличие от Yamaha FZ6N. Может, она вам нравится, не нравится, но она сделана гораздо хуже. Там значительная проблема с моноамортизатором, который упирается в подрамники, который разрывает все к чертям, особенно если вы посадите достаточно увесистого пассажира. То есть FZ6N фактически мотоцикл для одного человека. Здесь конкретно каких-то грандиозных болезней нету. Из минусов отсутствует стопорное кольцо на сальнике помпы системы охлаждения. Поэтому в перспективе рано или поздно его может выдавить давлением масла и возникнут какие-то проблемы. И еще из таких значимых минусов это то, что подшипники рулевой колонки живут достаточно недолго из-за наличия технологического отверстия в раме, куда в рулевую колонку попадает пыль, различный мусор и ушатывает быстрее подшипники. А так больше никаких проблем данный мотоцикл вообще не имеет. И это его плюс. И еще одна нотка о дизайне мотоцикла. Вместо того, чтобы поставить обычную банку, как на большинстве мотиков, здесь интегрировали выхлопную систему под сиденье. Это уже подсмотрели японцы у итальянцев. В частности, у MV Agusta. В оригинале накладки вот эти на выхлопные трубы покрашены в серебристый цвет. То есть, все вот это вместе с топ-сигналом вписывается в одну концепцию, в одну конструкцию. Это выглядит действительно красиво. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, это были осенние кадры с прошлого года. На них, кстати, неплохо видно поведение мотоцикла на высоких скоростях. Ну, а я продолжаю рассказ. Динамика у GSR600 добротная. 3,4 секунды с места до сотни. И 230-235 км в час максималка. Если сравнивать с FZ6N и Hornet, то Suzuki на 5-10 км в час быстрее. А Z750 на уровне. Что касается старта с места, то одну-две десятых секунды вы просто физически не заметите. Форма седла и профиль бака достойны отдельного упоминания. Я уселся как влитой. К тому же, сидение двухуровневое и упираясь в этот наплыв, водителю весьма комфортно при быстром разгоне. Стихия GSR600 это город и небольшие загородные прохваты. В целом, на нем можно и на дальняк рвануть. Вот только отсутствие хоть какой-либо ветрозащиты огорчает. Этот факт сказывается и на том, как долго ваша тушка готова терпеть напор ветра на скоростях около 200. Минуту-две, но от силы пять. Самый комфорт ехать 110-130, кратковременно ускоряясь при обгонах. Вот это действительно приносит удовольствие. Рулиться и оттормаживаться GSR на 4 с плюсом на уровне своих одноклассников. Двигатель довольно эластичный и плавный. Можно спокойно разгоняться с 20 км в час на третий, начиная с около холостых оборотов без каких-либо признаков дискомфорта, дерганья и тому подобное. Хороший подхват происходит на оборотах порядка 8-9 тысяч. Именно в этот момент понимаешь, а корни-то спортивные. В комментарии под прошлым видео вы просили говорить об обслуживании техники. Так вот, минусы я уже озвучил. Что же касается регламента техобслуживания, то замена масла и фильтра происходит каждые 6 тысяч километров по мануалу. Замена свечей раз в 12 тысяч. Охлаждайка и тормозуха раз в 2 года. Масло вилки тоже в принципе раз в 2 года или раньше, если потекли сальники. Цепь, звезды и резина по факту износа. Смазывать цепь в мануале рекомендуется каждую тысячу километров, однако я бы сократил этот период к 5-7 сотням, в зависимости от качества смазки и погодно-дорожных условий. В целом, данные интервалы характерны для широкого спектра японской мототехники. Запчасти достать проблем никаких. Мотоцикл еще достаточно свеж, да и уровень унификации с 400-ой и 750-ой версией весьма неплохой. Ценник на данный мотоцикл с документами без пробега по территории страны СНГ находится в пределах 4-5 тысяч долларов. В плане дизайна, конкуренцию GSR в этом классе могла составить разве что ярко-салатовая Z750, на которой мне тоже доводилось ездить и снимать тест-драйв. Это Сузуки. Яркий пример того, что дизайнер ходил на работу вовремя, да еще и внеурочно оставался. Внимание к деталям тому доказательство. И пусть отчасти это вкусовщина, однако мне внешность пришлась и по душе. Вроде все. На тест-драйве был стильный, надежный, удобный городской мотоцикл Сузуки GSR 600. С вами был канал Кроссмота. До новых встреч.